Какая вода течет из кранов в наших квартирах? Не часто мы задумываемся об этом, если вода прозрачная и чистая на вид. Но если у воды появляется оттенок ржавчины, вряд ли появится желание выпить такую воду или даже принять такой душ. И хотя от одного стакана вреда, возможно, и не будет, регулярное потребление ржавой воды может вылиться в большие проблемы со здоровьем. Из кранов жителей большинства домов Петровского проезда грязная вода течет уже около трех лет. И решением проблемы никто, похоже, не занимается. Ржавая вода, льющаяся из крана, пагубно влияет как на сам кран, так и на организм человека. Но с краном полбеды. Можно смеситель заменить. Но заменить почки, желудок и печень невозможно. Здоровьем своих детей в первую очередь обеспокоены жители Петровского проезда. Для маленькой Марийки купание не каждодневное удовольствие, а роскошь. Ведь из горячего крана часто течет мутная рыжего цвета вода. Когда был первый год, совсем грудничок, начинаешь набирать ванну, прибегаешь, середина ванны наполнена, вода грязная. И паника. Что делать? Либо сливать, заливать заново, либо продолжать заливать. Конечно, купать в такой воде совсем не хочется. Плюс, если полоскать детские пеленки в такой воде, пеленки становятся цвета ржавчины. По мнению Надежды, купать в такой воде ребенка опасно. А для приготовления пищи воду приходится подолгу сливать и фильтровать. Пожалуй, на суп сегодня воды я наберу у Марии. У нее ржавой воды точно никогда не будет. Другой дом, другая семья, ситуация та же. Второкласснице Жене сегодня вновь придется долго ждать вечернего умывания. Папа сливает ее вначале. Много-много сливает, а потом она как-то чистее становится. Последние где-то года три капитально уже так вот началась желтеть вода. Вот это все, ну вроде сливали, все нормально. Обращались, вроде говорят, как это трубы, чуть-чуть вот там то котельная, то еще чего-то. Воду, говорит Геннадий Пулин, приходится фильтровать в несколько этапов. Смесители меняются дважды в год. Во все это верить трудно, но приходится. Жители соседних домов в один голос подтверждают наличие проблемы. А как у вас с водой? Чистая идет вода? Из крана? Да. Ужасная, пить невозможно. Ребенка покупаем. Периодически она идет сначала такая, ну, светленькая, потом ржавая, потом опять светленькая, опять ржавая. Очень часто идет коричневая вода по утрам. Ржавая. В каком доме живет? В 26-м. Пятый этаж. Как считаете, с чем это связано? Я думаю, это из-за построек. И из-за износа труб, и давления постоянно нету. Воды. Я не знаю. В ЖЭХ звонишь бесполезно. Депутат Валерий Чайников тоже в курсе проблемы, которая, по его словам, уходит далеко за границы Петровского проезда. А честные не справляются, считает народный избранник. Вообще техническая вода не может быть применена даже в употреблении, потому что это влияет на состояние здоровья. И это очень катастрофично. Это вопрос надо решать в крошайшие сроки. И именно радикально, потому что по-другому здесь не подойти. Отложить этот вопрос с разрешением на потом, а это зависит от здоровья жителей. И к слову, за последние годы в России было несколько примеров, когда жильцы подавали в суд на управляющей компании за некачественную воду. И в большинстве случаев выигрывали, требуя перерасчета оплаты, а порой и компенсации морального ущерба.